всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 сегодня первое бритьё в новом году по идее еще добрых три четверти страны отдыхает кто-то бурагозит кто-то до сих пор еще не вышел за праздничного стола поэтому у всех на душе праздник в том числе и у меня вот так вот сам за себя подумал слушай иванов а ты в принципе то сейчас можешь побриться ну чем хочешь и ничего тебя за это не будет и вот как только я вот сам себе это вот в голове выяснил так у меня сразу же вот этот набор и стала устраиваться во первых чем хочешь я конечно же захотел бы старт ребята кто думает что слишком часто о нем говорю ребят вы по-своему может и правы но если бы я себя не сдерживала говорил еще больше еще чаще потому что не из-за того что его сделал из-за того что мне на самом деле нравится так вот я хотел побриться просто стартом но потом всплыли в голове тени забитые плиты которые остались по увеличенной агрессивности я подумал зачем время-то терять стартом я побрею только чуть-чуть самый децил так на полголовки так тоже заметно не будет даже не сделаю ничего только чтобы вспомнить как одно чем а вот все остальное наверное возьмем 0 8 плиту и 1.0 и вот ими то и побреемся естественно на лезвиях физер потому что все предыдущие испытания проходили именно на этих лезвиях поэтому и я считаю резонным будет взять их и в этот раз и после того как эти испытания будут закончены я соберу все четыре плиты и отправлю дяди феодору вот к нему они и пойдут очень интересно что он на эту тему скажет потому что у нас на канале но это наверно самый известный человек любитель 41 головы высокой агрессивности ну и уж из нас двоих но он всякоразно больше в агрессивности соображает чем я потому что это не моё фи-фи-фи а его всего этого огонь поэтому вот они где дяди федор и поедут прошу прощения следующее я не стал себе ни в чем отказывать ну этот талисман вы уже знаете мюлевский и решил фиброчку мюлевскую взять тоже во первых давно ее не было во вторых она лялечка в третьих я по ней тоже уже соскучился если бы вот не так то когда еще но так сейчас праздник да она и выглядит праздничная да она и стоит как хороший праздник поэтому решил что пускай будет она за авто шейф за авто шейф туда же сам ливаться не приходится потому что сейчас время дежавю сейчас как раз то время которое все кругом пахнет именно так как пахнет этот авто шейф но естественно что я его тоже выбрал отчасти из-за того что сейчас новогоднее время отчасти из-за того что по нему тоже соскучился но отчасти из-за того что там много причин просто по кайф клипса нерабочая зараза вылетела мыло мыло я уже анонсировал это вечно зеленый можжевельник от это наша братская беларусь делает и вот сегодня то я его и хочу впендерить потому что во времена он и еще несколько месяцев назад дядя федоров получив дежавю скал вадим болин попробую с вечно зеленым можжевельником это действительно в тютелька как сексуал липутов то есть попадение в десятку ну и что-то как-то учуя все тянул не знаю а может быть именно из-за того и тянул что сейчас рождественское время и вот сейчас то как раз и попробовать поэтому крупного плана сегодня ребята не будет чаша от самуэла всегда в боевом строю самуэл спасибо тебе еще раз африканское дерево чего ему будет ну и пришли готов пошли бриться во первых нанеси у него пришив теплая вода в тдс побыла совсем чуть-чуть и данной цвета не поменяла я не знаю вот вы видите сейчас не увидите она даже слегка замутненная то есть молочным не назовешь я специально на этом делаю акцент чтобы вы понимали что у меня сейчас на лице происходит теплая вода там побыла силам может быть три минуты и вот так вот может быть увидите вот смотрите она прозрачная практически то есть вот на лице смотрите что оставляет ладно пускай кушает а мы пока займемся набором по москарам ну в данном случае тут много усилий прилагать не будем короче там чаши парни творится шо пипец взрыв реальный взрыв воды не было практически но тем не менее вот здесь вот смотрите что образовалась я начал сделать компресс а потом вот это потихонечку буду выдергивать на лицо но и там уже доводить у нас сейчас на улице когда выходишь то выпавший снег не просто лежит каким-то таким ровным слоем а каждая снежинка переливается и отдает свою бриллиантовую составляющую то есть идешь а снег буквально переливается весь аж на эти же глаза мотах у темных очках ходить но такой кайф не холодно где-то в районе 20 22 градусов самая настоящая новогодняя погода чем мне еще нравится новогодние праздники это то что в это время в принципе каждый может найти занятия по себе нормальные ну чё бухают снимают обзоры катаются с горки ненормальные работают правда таких не много я шучу ребят конечно же это не от нас с вами зависит тут уже как карта ляжет то есть выпала тебе работать или командировка на это время ну и куда ты денешься с подводной лодки да никуда пойдешь и будешь работать как каждый из нас ну если у тебя конечно работа это предполагает и так сатинированный но смысле комбинированно пескоструйный но он точно также наверное как и полированный сырую руку ручка не скользит но на мыльную слегка будет подскальзывать но не более того это 069 родной габ сейчас ну как я обещал на полголовки только чтоб чисто попробовать там освежить память все спасибо помню так ну и давайте наверно начнем 08 естественно потом по нарастающей уже на 10 пойдем посмотрим что у нас будет а да кстати у нас щитина сколько четырехдневная промывается хорошо ммм 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 вacceptable две вещи первое кто то из парней в комментариях писал вадим если ты пополам пополам лицом бреишь то на есть смысл не наносить суда при шееве сгласен Но лишь отчасти, потому что, на мой взгляд, не так уж кардинально это меняет картину, но все-таки согласен, просто забыл. В следующий раз постараюсь помнить и не наносить. И второе, ребята, от 0.69 и 0.8, ну не знаю, что будет дальше, но я ее уже практически люблю. Прям манев, манев. Так, ну не будем забегать. Помазок хорошо отрабатывает. В принципе, он может работать не только как дорожный. У него форм-фактор дорожного. Но глупо отрицать, если такой брать на постоянку и никуда не ездить, то, конечно же, лучше узел-то покрупнее взять. Но все-таки не зря варенье мы с вами увеличили протоки-то. Прям помогает очень хорошо. Поздно проурмасовский совет вспомнил. Вот в этом месте ставить станок не так, а вот так. Блин. Ну праздники башкодрявые. Ну и все. Третий завершающий. Башкодрявые. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чуть-чуть я смазал, но все равно видно, что это не подсело... Мыло не беру, хотя чего не беру, то все равно уже одну сторону прошли... С чашей как не брали, так и нет... От вольного... Пожалуйста... Угу... Покупался маленько... Хороший знак... Ну и 1.0... Посмотрим, что будет... То есть... Сразу через две десятки перепрыгивать... Ну как в прошлый раз, в принципе... Хорошо... Вы слышали? Так... 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 Ребята... После первого прохода в голове крутится следующее... В топку 1.1... В топку 0.9... Все это в топку... Оставить только 0.69... 0.8... И 1.0... Вот пока вот такие вот ощущения... Что будет дальше... Ну посмотрим... Посмотрим... Сейчас уже закончим... Мм... Ну... Блин... Ммм... До сих пор остается для меня загадка, как ему удалось эту хрень поставить. Скорее всего срезал что-то. Потому что я не помню, чтобы как-то там неловко станок пошел. Да и на 0,8 там хоть заходить, каким местом можно было бы это сделать. Вот так вот плашмя если дать. Продолжение следует. Ну вот, все, здесь отлично, здесь отлично. Вот это моя стандартная дурацкая, место я даже пеной не буду мазать. Потому что по скольжению у тдс это за добавкой не придется бежать. Каша в голове полная раздрай. Не пойму с чем связаны такие разные ощущения. На предыдущем было 0,9 и 1,1 это как бы одно. Ну а сейчас 0,8 и 1,0 это совсем другое. Возможно из-за того, что мыло разное, там была арка, здесь как бы приличная. Ну возможно из-за этого. Ну блин, аж захотелось 0,9 и 1,1 еще раз на хорошем мыле прогнать и посмотреть, что они бы показали. Но все-таки, все-таки какие-то ощущения есть. Сейчас поласкиваемся авторшейф, поделюсь ощущениями, впечатлениями. Ну и чего, вперед. Ребят, прежде чем уйти на компресс, зацените, 0,9 и 1,1 было порезано и с той, и с другой стороны. А сейчас 0,8 и 1,0. Ну вот эту дурацкую кодку не считать, это я скорее всего сам все это сделал. Да не скорее всего так оно и было. Все-таки тем человеком, который вышел, сказал Вадим, этот и с арка обосрался на такое ответственное мероприятие, что попало, брать не надо, надо брать что-то такое, что проверенное. А ты вот взял арка, ты за это своей кровью и заплатил. А сейчас посмотрите, взяли ТДС и... Даже если допустить, что 0,8 в принципе недалеко от 0,69 ушла, не разнесла. Ребят, ну 1,0 то это ж между 0,9 и 1,1. То есть, если такие предпосылки были бы как в прошлый раз, то тут бы сейчас гирлянда была бы. А где она? Ее нет. Вот мыло очень много влияет. Я это упустил, я за это получил. И спасибо, что вы не пропустили. Граница на замке враг не пройдет. Ну все, компресс. Сегодня компресс холодный набрал. Потому что сегодня у нас встреча одноклассников. Одноклассника в 6 часов вечера. Но у меня так это, как бы, сами понимаете, надо бодрячком. Поэтому никакой теплой, чтоб все в тонусе. Ну и... Ой. Молодильное яблочко, конечно, не помешало бы, но... Чем богато, тем радо. Внутри я себя чувствую не на 54. Очень боюсь того времени, когда тот засранец, который внутри меня сидит, откажется стареть окончательно. Тут уже визуально будет, я не знаю, там 60, 70, 80, 180. Я не знаю, сколько там будет. А у этого гаденыша внутри как было, там 25-35, так и останется. Вот этого очень сильно боюсь. Потому что по телеку он этих дисбалансов насмотрелся. Мужику под 40 лет, а он там молодежный прикид какой-то рэперский прикинул. И там свои сто пятьсот летней давности шлягеры, там под МТС. Блин. Ребят, ну не знаю, как вам, мне что-то как серпом по одному яйцу. По одному месту, неправильно сказал. Ну как-то, ну, все хорошо, в меру и в нужном месте. Точно так же, я не знаю, ну, гимна в похоронах не поют же, правильно? Ну и траурную песню на победе, там, каких-то соревнований тоже никто не поет. А тут как-то вот это вот нельзя совместить несовместимое. Ну, надеюсь, это не наш случай. И автошейф замурчательного, зелененького цвета. Жгёт-то на пятьдесят процентов вот эта сторона. А это процентов на тридцать. Это что у нас было? Это было 0,8. А это у нас 1,0. Ох, парни. Я бы сейчас вторвался на полную. Но меня все-таки сдерживает то, что в этот раз и в предыдущем мыло было разное. А это не есть гуд. Мне буду раку сразу свой мозг включить. Ну, тот, который есть. Чтобы на всех испытаниях было одно и то же, проверенное было. Чтобы минимизировать все вот эти вот, знаете, вот, кривочтения. Но, блин, кто дернул на эта марка пробежаться, что-то мозг выключился совершенно. Сейчас же, по факту, получается совершенно обалденная, тривиальная и доступная, знаете, вещь. Просто как вот, как резкость. Кто-то подошел, включил и навел. 0,8. Ненамного отличается от 0,69, но все же отличается. Отличается тем, что, ну, вот ты едешь по скользкой дороге, да. И у тебя, допустим, там старая шипованная резина, там, ну, половины шипов нет. Блин, надо же все-таки резину новую поставить. И, в принципе, ты и тормозил нормально, разгонялся так себе, ничего. Но, знаете, уверенной такой, такой, какой-то вот спокойности все-таки не было. И вот именно это приводит к тому, что ты идешь, меняешь колеса на новые. И вот после этого, ну, на сто процентов, конечно же, никто не устижет. Но, тем не менее, у тебя уже уверенность внутри другая появляется. Вот это 0,8 GAP дает какую-то уверенность. Очень сильное подозрение, что 0,69 и вот этот вот 0,8 будут топчиками. Основная подавляющая масса людей, которые любят средней агрессивности станки, будут именно вот на 0,69 и на 0,8-то и приседать. 0,9 возможно. Тут сейчас пока не могу сказать с вероятностью сто процентов, потому что на ARCA я уже это объяснил. Ну, а вот что касается GAP 1.0, вот тут, друзья мои, я подофигел второй раз. Потому что уверенность Грейдера. Спокойная, вальяжная, знаете, такое, безмятежие агрегаты, которые прекрасно понимают, что он делает. И он сам за себя знает, что он делает хорошо. Все, что ему нужно, это чуткое руководство. То есть ты поставил и отпустил. Ни в коем случае не давить, не понукать. Эй, вы и там, 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 давай, там. Тут, тут, никаких шустрил. Никаких вот этих вот тють-выси-пуси. Медленно спустился с горы и сгреб всю щетину. Я в восторге. Я в восторге от этой стороны. Как, впрочем, и от этой. Не раз и не два слышал от вас вопросы. Вадим, а как вот там старт проблевает там. Да, но то, что он там такой безопасный, там, хара-дарам-дарам. Это все хорошо. Как проблевает. Ну, по поводу безопасности. Вот Игорь выкладывал. Помните видео? У него тут вся кровища была. То есть тоже, знаете, как бы надо понимать, что ты делаешь. То есть, во-первых, нормальное мыло. Это на примере сарка мы с вами уже обсудили. Во-вторых, все-таки с чувством, с толком, с расстановкой. Если начинаешь чуть-чуть только торопиться, шустрить, ну, тут спешка не нужна. Это во время блох или когда ты с чужой супругой здороваешься. Вот тогда нужно как-то быстренько все это делать. Блин. Вы знаете, если говорить о средней агрессивности, я бы сейчас, пожалуй, проголосовал и за 0.8 и за 1.0. Если на этом же мыле испытать еще 0.9, возможно, и ее бы сюда включил. То есть, по сути, я бы оставил первые три плиты точно. Это 0.8, 0.9 и 1.0. 1.1 у меня под вопросом. Я, собственно, 1.0, вот вне зависимости от того, что скажет дядя Федор, я ее оставляю стопудово. Потому что то, что она мне сегодня показала, да это фуф, огонь. Это просто шо пипец. Если вы испытаете то же самое, да я только радый буду. 0.9 надо разбираться. 0.8 оставляю стопудово. Ну, опять же, тут, знаете, вот где-то 30-70. Вот если 1.0 это 100% железяка, то вот хоть кто что говори, она останется. 0.8 это 30-70, потому что я бы хотел ее оставить. Это пускай и небольшое, но все же отличие. Многим людям это помогало бы. Потому что у кого-то чуть-чуть вот эти вот, знаете, разницы в щетине, в коже есть. И ему вот этого вот чуть-чуть порой и не хватило бы. А то тебе пум с песчинкой и лавина пошла. Вот из-за этого. 0.9 тоже нужно разбираться. 1 и 1. Тут у меня сквозняк полный в голове. Потому что с такой агрессией я сталкивался, ну, наверное, все-таки впервые. Возможно, дядя Федор там что-то узнает. Потому что вот сейчас вот спроси меня, а что агрессивнее? 1.1 или 41 голова? Я бы даже и не сказал. Я бы даже не рискнул. Пускай дядя Федор ответит. Потому что я хз. Потому что я хрен знает. Там прям, знаете, я вот, ну, чувствовал чуть-чуть и пинь-дынь. Ой, хрустальная покатилась и все. Так что давайте. После сегодняшнего обзора я собираю все четыре плиты, отправляю дяде Федору. И пускай он скажет свое веское слово. Из-за этих четырех плит я оставляю 1.1. Это 100%. 0.8. 30.70. Подожду, что дядя Федор скажет. 0.9. 1.1. Это еще будем с дядей Федором разбираться. Опять же, у дяди Федора там есть друзья, товарищи по палате. То есть они еще там, возможно, что-то подскажут. Поэтому давайте подождем пока, что нам ответит братская Беларусь. Ну, помазок, да что до него говорить. Это, наверное, из разряда тех помазков, мюля, синтетика, за которые топить не надо. Не надо про них там ничего там вообще. К этим помазкам приходят сами люди. Сами. И если уж пришли, то на них и остаются. Потому что такой синтетики, как у мюля, еще поискать. И работает она. Ого, это вещь. Спасибо опасной билет ФРФ за то, что подогнала. Ну, талисманчик сегодня не пригодился. Вот этот город этот грудку пялил, пялил. Ну, вот и напялил. Ну, автошейф. Уже не раз, и не два, и не десять, и не двадцать, и не тридцать. Уже столько людей про этот автошейф говорило. Что мне, в принципе, и добавить-то нечего. Я просто рад, что он очень многим людям нравится. И как нельзя кстати. Сейчас как раз новогоднее время, новогодняя пора. Так что, я рад, что он хорош, удался с запахом. Я рад, что он практически весь натуральный. За исключением одной единственной американской отдушки. Все остальное натуральное. Я рад, что он выступает не только как обеззараживающее, кровоостанавливающее, вяжущее, дезинфицирующее. Но еще как для некоторых людей и лечебное. То есть, убирает, скажем так, те посторонние эффекты, которые у них иногда бывают на лице. В виде сухости и прочей-прочей вот этой вот билиберды. У меня лично это поднимает бархатистость. Я прям чувствую. У жены моей это поднимает настроение. Сто процентов я мажусь этим автошейвом. И тут же вот где-то мы проходим, хотя полметра будет разница. Обязательно у меня носик уткнется. О, мой любимый запах. И все. И дальше побежала. Вот без всяких последствий. Просто ткнула, сказала, убежала. Все. Знаете, как приятно. Прям хорошо. Но у некоторых люди отмечали, что даже волосы расти начинают. То есть, я не знаю, насколько это соответствует действительности. Но люди наговаривают. Ну, они сами за себя говорят, не за кого-то. Возможно, это так и есть. Хотя, вот еще бы спросить, насколько это действительно соответствует реальности. ТДСы. Да вы просто красавцы. Недорогой, бюджетный, качественно, обалденный, в доску свой парень, продукт. Ну, то есть, вот так держать. Да молодцы. Мне это мыло нравилось всегда и до сих пор продолжает нравиться. Я не знаю, что должно произойти, чтобы это мыло перестало нравиться. То есть, вот такое оно, какое-то. Вот, не торопись я никуда. Я бы вот в эту чашку из африканского дерева от Самойла впендюрил бы и не вытаскивал бы никуда. И каждый раз подходил бы просто там, 10-15 раз мазанул, тынь-тынь-тынь, и все, и убежал. А так, великолепно. Отлично. Спасибо, ребят. Ну, вот, по факту, давайте смотреть, что. Вот, что-то тут тоже срезал, маленечко. Вот вам 0.8 и точка 1.0. Так что плиты уходят к дяде Федору и будем посмотреть, что скажет нам Беларусь. Беларусь. Беларусь, прошу прощения. Ну, все, ребята. Еще раз с Новым годом. Добра, счастья, радости. С наступающим Рождеством. С наступающим старым Новым годом. Кто еще не успел покататься с горочки, ребята, покатайтесь. Кто еще не успел, успевайте, потому что время мало, а сколько работать еще, а скоро уже работать. Так что не теряйте время попусту. Кто не успел в этом году еще сделать какое-то, хоть какое, хоть завалящее, хоть вот такое доброе дело, бегом и делайте. Новый год надо начинать с добрых дел. Я уже сделал три. Сейчас закончу съемку, пойду сделаю четвертое. Так что не отставайте, наверстывайте. Ну, все. До следующего бритя. С вами был я, Вадим. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Доброй, счастья, радости. Берегите себя. Пускай у вас всегда-всегда все будет хорошо. До новых встреч.